Проспект юных пионеров, владение муниципалитета, территорию между жилыми домами давно облюбовали автомобильные стоянки. Только владельцы их не чистят, а деньги за парковку берут. Поэтому жители ближайших домов предпочитают парковаться во дворах практически друг на друге. Стоянки микрорайону необходимы как воздух, только вот ставить машину хочется в нормальных условиях, например, на парковке напротив 34-го дома. Только снег выпал, закончился, сразу организовываем уборку снега, вывоз, так что, чтобы машины заезжали свободно, не буксовали. В Самаре почти 400 автостоянок, половина из них уже легализованы. Деньги от аренды земли или в виде налога регулярно поступают в городской бюджет. Одна стоянка в год приносит около 650 тысяч рублей. За 2015 год муниципальному предприятию городской земельный центр удалось узаконить 22 объекта. С остальными ведутся переговоры. Оказывается, помощь в сборе документов. Люди пытались использовать этот земельный участок для организации стабильных стоянок. У очень многих организаторов имеются предыдущие документы старые, но не завершенные до конца. Поэтому мы уже разработали определенные алгоритмы, с помощью которых доводим дело до логического завершения. Если недобросовестный предприниматель не хочет законно заниматься бизнесом, сотрудники полиции выписывают штраф. Оборудование из территории вывозят на спецплощадку, а доступ к стоянке ограничивают охранники. Поэтому владельцам незаконных парковок лучше поспешить с оформлением бизнеса. Марьяна Нирная, Максим Гусев. События.